АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот просто, вот просто вот Европа отдыхает. И это наша областная дума, они, значит, решили в этом нашем районном ДК, в новом, в отремонтированном, провести свое какое-то очередное заседание. Ой, мы, конечно, расстроились, потому что у них эти заседания, да долго, да с утра, да ночи, да, а всем же надо побыстрее домой. Короче, съехались, зашли в этот ДК. Ну правда, слушай, ну ДК, ну, мрамор, люстры хрустальные, паркет все ходят эти, да, из думы-то наши, ой, ай, охают, ахают. И когда только в зрительный зал стали заходить, небольшая заминка вышла, потому что эти коммерсанты-предприниматели, они там на входе такие турникеты поставили, как в метро. Что? Чтобы пойти, надо 50 рублей сумнуть. Ну или карточкой. Эти-то, ну, посмеялись, да, что делать, ладно, ясное дело, предприниматели. И, значит, в целом одобрили, зашли, сели в зал, ну, ты что, кресла, что, в бизнес-классе, в самолете, балдеют, да, президиум на сцене, конфеты, в коробках цветы, да, графины с водой, а может, еще с чем-то другим, не знаю. Вот, ну, председатель говорит, слово имеет наш уважаемый Сан Саныч, докладчик просит 45 минут. Есть возражения? Ха! Какие возражения? Кресла в зале с подогревом. Из-под локотника кофе с коньяком в неограниченном количестве. Да хоть три часа. Все, докладчик на трибуну вышел, бумаги разложил, сказал, начнем с главного. Вдруг глазами перед собой в трибуну уперся и кнул, в трибуну вот так вцепился и трястись начал. А оказывается, перед ним на трибуне надпись загорелась, пользование трибуной, минута тысяча рублей. И вон, бедный, стоит, дрожит и видит, что уже 500 рублей намотало. Платок достал, пот вытер, 800. А председатель говорит, ну-ну, мы вас слушаем. А он говорит, а у меня, в общем-то, все. А он говорит, как все? Вы же говорили 45 минут. Сан Саныч говорит, не-не-не-не, нам время очень дорого. Да, кому интересно, все грамотные могут сами прочитать. Сходил доклад и в зал. Председатель говорит, да, яркое выступление. Тогда слово Петру Петровичу. Докладчик просит 30 минут, уложитесь, уложусь, уложусь. Выходит на трибуну, кладет доклад. И стал как вкопанный. Председатель говорит, хе-хе, этот, благодарю за внимание. И бегом в зал. Председатель уже так немножечко пятнами пошел. Говорит, ладно, слово предоставляется рабочему человеку, нашей шпиндельщице 6-го разряда. А шпиндельщица, видать, уже узнала, что выступление платное. Она там в проход легла, маникюром вот этот в паркет вцепилась, кричит, я из зала. Ой, так зачем же из зала? Давайте сюда на трибуну. Она фигу скрутила. Говорит, ничего, я вам тут давать не буду. Вон наш директор завода сидит. Пусть он дает. Да, с его зарплатой 3 часа можно в ступе долочь. А тот говорит, за меня скажет мой пресс-секретарь. А пресс-секретарь из зала кричит, а я полностью согласен с предыдущим оратором. Ну, председатель уже бледнеть начал, говорит, троим словом не дам. Один из вас точно выступит. И директор этой шпиндельщицы говорит, иди-иди на трибуну, скажи, что у нас все нормально, я тебе потом премию выпишу. Она ему вторую фигу скрутила. Говорит, гони сейчас и наличными. Он говорит, да у меня только карточки с собой. Она говорит, ладно, у меня 500 рублей есть, пойду расскажу про твои офшоры. И то, что ты уже полгода зарплату рабочим не платишь. Он говорит, ладно, ладно, на тебе 3000, иди скажи, что завод с зарплатой рассчитался. Тут председатель. Весь белый стал как мел. Куда-то долго-долго смотрел перед собой на столе, потом как заорет, так из графина ж я не пил. И всего три конфеты съел, почему за пять коробок посчитали. Тут спиндельщица из зала говорит, ой-ой-ой-ой-ой, я тут снизу под креслами разглядела. Оказывается, у них еще и кресла платные. Как народ к выходу ломанулся. Давка, толкотня, а там турникеты не пускают? Ну, спас положение, конечно, председатель. Да, он говорит, так, всем вернуться на свои места. Мы тут в президиуме скинулись. На пять минут хватит. Так обсуждение было ровно одну минуту, а проголосовали за 15 секунд. Вот так у нас было в районном ДК. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ